Всем привет! Меня зовут Полина Кордик. Я вам представляю свою гостью Елену Панкратову из города Ломоносов. Мы практически с Леной соседи, потому что город Ломоносов находится в Ленинградской области. Нет, это часть Санкт-Петербурга. Это часть Санкт-Петербурга, но есть Ломоносовский район, правильно? А вот район как раз Ленинградская область. Ну, в общем, у нас все тут очень сложно. У нас Ломоносов относится к Санкт-Петербургу, а Ломоносовский район относится уже к Ленинградской области. Ну, в общем, все равно мы с вами соседи. Юго-запад Петербурга с императорским фарфоровым заводом. Елена, вы у нас отучились на курсе Б2, про интермедиа, ТФСИ. Расскажите, как началась ваша история с английским языком, и как вам пришла в голову прийти на экземпляционный курс? История с английским началась, наверное, как у многих в школе. Это был четвертый класс, и мама как-то сразу решила записать меня на курсы дополнительно. Но курсы были странные. Проходили они на базе ЖЭКа. Оригинально. У нас был один учебник Старкова, который мы передавали по кругу. Сирокопии делали? Это было позже. Это был один учебник, и вот мне дали этот учебник, и говорят, читай. А мы в школе еще даже не весь алфавит изучили. Читай как можно. Читай как можно. Где буквы похожи на русский, да, латинский язык? Это был очень интересный опыт. Но потом мама нашла уже настоящего преподавателя. И, наверное, вот в те годы мне заложили базу и привели любовь к языку. И большое спасибо моей маме, потому что, как бы ни было сложно, я всегда занималась английским. Здорово. И поэтому, наверное, учиться в вуз вы тоже пошли. Потом я пошла в колледж, после колледжа пошла в университет. Ну и потихоньку, потихоньку. А идея сдать FC мне пришла лет 20 назад. Тише ледешь, дальше будешь. Да, когда я впервые вообще узнала об этом экзамене. И в языковой школе, где я тогда работала, там даже проводили какой-то курс для преподавателей подготовки к FC. Но, как я тут недавно, я наткнулась на учебник, по которому мы занимались. И это был мастер-класс профессионси, почему-то. Лихо вообще так сразу профессионси завернуть. И поэтому у меня создалось впечатление, что это что-то вообще недостижимое. И в этой жизни это вряд ли. Но какой-то вот крючочек, он у меня уже тогда засел. Что когда-нибудь я сдам. И вот в это время, видимо, пришло. Почему вы решили именно к нам прийти? Я очень долго присматривалась, опять же. Наверное, года три я каждый август слушала вот эти вебинары. Приходили на презентацию курса, которую я делала. Да, я смотрела, боже мой, какие там все умные люди, как. Потом появились вот эти интервью. И я видела результаты тех, кто сдал. Какие там сногсшибательные цифры. Вы думали, ах, ну тем более, это не для меня. Да, а, наверное, в прошлом апреле я решила, что надо все-таки больше заниматься своим английским. Я тоже записалась на курс в другую школу. И как-то меня вот преподаватель вдохновил. Я опять почувствовала вкус быть учеником. Это отдельное удовольствие. И уже в августе думаю, нет, вот в этом августе я точно запишусь. И так получилось, что мы были на даче. И как раз я уже наметила день отъезда. И тут получается, что день отъезда совпадает с вебинаром. С началом набора, да? С началом набора. Я вначале думаю, ну как, ну что, пропускать еще один год? А потом, что мне мешает? Я с утра паковала чемоданы, грузила все в машину. Потом мы смотрели вебинар. И потом все, сели, поехали домой. А утром уже первым делом я начала писать тест, заполнять анкеты. Все успелось. Все вполне успелось, да? Да. Здорово. Как ваши ожидания от курса экземпционной подготовки совпали или не совпали с реальностью? Я думаю, что мои ожидания были сильно меньше. Мне очень понравилось то, каким образом проходили и уроки, и спикинг-клаб. И спикинг-клаб – это отдельное удовольствие, потому что такие интересные темы. И такой всегда, всегда было, что пообсуждать. Очень интересная группа у нас была. Разный возраст, разный опыт. Всегда было чем поделиться, что послушать. А на уроках все очень было понятно, доступно. И, честно сказать, вот перед экзаменом нашим, выпускным, я особенно даже и не переживала. Потому что у меня было ощущение, что я, в общем-то, я готова. Я все знаю. Да, конечно, были моменты, которые можно было бы и улучшить. Но в целом я была готова. А был ли момент какого-то кризиса, когда хотелось все бросить, когда хотелось все это оставить, эту затею? Что помогло? Наверное, нет. У меня не было желания все бросить. Просто как-то в начале учебного года, мне кажется, я очень много всего-всего взяла. Мне хотелось, конечно, даже тренировать говорение. И я попробую еще и в этом спикинг-клабе поучаствовать, и в этом. И в какой-то момент глаза разбегаются, и в какой-то момент я просто поняла, что у меня уже здоровье начинает подводить, и надо немножко замедлиться, если я хочу дойти до конца. И вот в тот момент было тяжело, потому что просто какие-то проблемы со здоровьем, они мешали очень сильно. Было ли что-то такое, от чего прям вот истинное удовольствие получали, прям кайф? Наверное, это работа со стади-бадди. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вначале было как-то очень волнительно. А кто будет? А захочет ли кто-нибудь со мной? А потом в итоге у меня было три стади-бадди. Шикарные, шикарные. И они были разные, они были очень все хорошие, очень интересные. Они очень поддерживали. С одной из своих стади-бадди мы вместе сдавали экзамен выпускной. Это было здорово. Мы уже, поскольку мы много общались, мы уже чувствовали, мы уже выработали свою стратегию. Немножко у нас, для нас была неожиданность, что мы будем отвечать не в паре, а в тройке. Но мне кажется, мы очень быстро сориентировались, договорились, какая у нас будет стратегия. Мне все вышло прекрасно. А можете какие-то вот дать такие самые полезные советы для работы со стади-бадди? Best practices такие? Даже не знаю. Что вы делали со своими стади-бадди? Мы обычно, вначале мы просто обсуждали прошедшую неделю, какие-то новости, какие-то, может быть, там, общие дела, что там на уроках было. Мы тренировали вопросы, которые были в past papers, иногда брали вопросы из того, что не успели обсудить на speaking club. Иногда мы обсуждали какие-то нюансы из use of English, reading, почему вот так, почему здесь ответ B, а не C, к примеру. Да, и в дискуссии это очень часто помогает, да, понять какой-то... А вот как ты поняла, что вот здесь вот так? Здесь вот так, да. На что обратить внимание? Есть ли что-то такое, чем вы особенно гордитесь за этот год? А я горжусь, что я проделала такую огромную работу. И просто я горжусь тем, что вот то, что когда-то казалось несбыточным, оно все ближе и ближе. Я уже записалась на сдачу уже самого FC в Ереван. В Ереван. Поэтому у меня был очень хороший МОК-экзем. Да, который на самом деле пробный, но на самом деле не пробный. На самом деле все по-настоящему. По всей строгости и все по-настоящему, да. А какие у вас впечатления от вчерашнего дня, от нашего экзамена, от обратной связи? Он пролетел очень быстро. Мне казалось, что, боже мой, это ж вначале мы пишем use of English больше часа. Потом у нас writing, потом listening, speaking. Это ж так долго. А по факту все пролетело буквально в одно мгновение. Вот все было очень четко организовано. Такая была спокойная, поддерживающая обстановка. Все очень понравилось. Какие у вас планы дальнейшие для профессионального развития? Я думаю, что я годик так еще поработаю на General English, а потом я приду дальше. У нас как раз есть замечательный курс Insight, который вот таким мостиком между B2 и C1 является. Потому что два года подряд, мне кажется, сложно. Институционные курсы очень сложные, да. Поэтому надо такой немножко. С одной стороны, вроде как отдохнуть, чтобы не было вот этого напряжения. А с другой стороны, повысить еще свой уровень. Да, да. Вот как раз мы для этого и вот эти наши General English курсы придумывали. Потому что я сама даже людей отговариваю из экзаменационного в экзаменационный, перепрыгивать сразу. Потому что действительно это очень больших вложений стоит. Энергетических, эмоциональных. И мало кто действительно, там, единицы у нас были, кто все-таки как-то выдерживали. Большинство как-то там в середине года говорят, что нет, 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 мне нужно снизить темп. Вот. Поэтому курс Insight наш, который мы разработали уже три года введем, он как раз вот такой достаточно релаксирующий, да, но при этом хороший очень мостик, да, с солидной лексической базой. И там у них очень какие-то интересные темы, которые они обсуждают. Так что мы вас будем рады там видеть. Это действительно такой general English. Возможно, что это как раз то, что вам будет по вкусу. Спасибо вам большое за то, что вы выбрали нас, за то, что вы свою мечту воплотили вместе с нами. Спасибо, что помогли. Спасибо большое, что вы приехали к нам, пусть и не так издалека, как многие другие. А иногда издалека приехать проще. Проще, чем когда это поблизости относительно, да. И, конечно же, я вам желаю удачи на экзамене в Ереване. Обязательно расскажите, как все пройдет. И будем очень-очень рады вас видеть снова. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое за ваше время. Ждем вас тоже в августе. Спасибо.